всем привет сегодня у меня рубрика эксперименты хочу чуть-чуть поколдовать над картошкой всем известно то что картошка при ее хранении занимает очень много места имеет свойство портится вот я хочу данную картошку дегидрировать то есть брать из нее влага картошку у нас весит где-то внутри килограмма говоря сейчас я ее но нарежу кубиками не стал я в итоге заморачиваться с этими кубиками и нарезал картошку соломкой 3 килограмма картошки вот два кейса ну и чтобы картошка была сладкой ее нужно обязательно заморозить эти контейнеры 3 килограмма картошки я отправляю на глубокую заморозку в морозильную камеру так тут у меня 21 минус 21 нормально на часа 3 я думаю замерзнет картошка замерзла минус 21 градус далее картошка будет вариться до состояния аль денте воду естественно где она будет вариться будут добавлены специи для вкуса для аромата ну и для цвета тоже процесс варки картошку нужно варить до состояния аль денте то есть 6 минут с начала закипания воду можно добавить те специи которые вам по вкусу вот у меня например мельница ручная здесь различные травы сладкие перцы кориандр перец горошком естественно будет перемалываться через ручную мельницу также я добавил для баланса сюда сахар и две столовые ложки соуса терияки как раз соус терияки и сахар будут усиливать вкус создавать интересный баланс ну вот картошку я отварил воду слил через дуршлаг теперь нужно подождать чтобы картошку полностью остыла чтоб пар от нее не шел картошка готова разложена по противеням здесь у меня глубокий противень постелил я на дно фольгу здесь сетка но сетку я потянул тоже фольгой вот здесь 3 килограмма картошки в общей сумме я и так вот распределил посыпал сверху дополнительно специями там смесь перцев всевозможные ароматные вкусные травы кориандр и так далее и тому подобное у меня есть мельница я уже показываю вот и сейчас отправляю это все в духовку на самый 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 маленький огонь дверцу я приоткрою чтобы был ход теплого воздуха чтобы была конвенция что у меня картошка не тушилась а из нее испарялась влага то есть был тот самый процесс дегидрации отправляю я на часов где-то в восемь может быть девять картошка дегидрировалась прошло где-то часов 14 начинать чуть-чуть потемнело выглядит верхний слой тут более посветлее но все равно картошка дала свой оттенок и из-за специй которых она варилась из-за соуса который впитался в эту картошку в процессе варки вот здесь вот три килограмма надо будет сейчас посмотреть сколько это занимает объема и сколько это весит три килограмма картошки весит теперь 381 грамм то есть почти в девять раз вес уменьшился и это очень круто это на вот такой фракции как чипсы короче как сухарики то есть влаги тут 0 чем плюс она никогда не спортится и можно хранить сколько угодно ее также можно запарить и она восстановит свои свойства свою форму но заварить запарить вот она уже готова так как она была в заранее отварена у меня ее уже можно употреблять но она пока жестковата потому что я ее более пересушил чуть чуть также это все может иметь маленький объем если это все измельчить получилось вот так бывших три килограмма картошки такая фракция чуть измельчил по сути это похоже на сублимированный продукт только сублимация это вытягивание влаги с помощью вакуума у меня классическое выпаривание влаги то есть это обычная дегидрация 382 грамма из 3 килограмм 10 почти в десять раз попробую что-нибудь приготовить из данного из данного результата зато какой легкий вес какой маленький объем она сухая будет храниться очень очень долгое время то есть например в походы если например вам не таскать с собой три килограмма картошки можно ее дегидрировать сделать 300 грамм она не боится не порчи весит мало места мало занимает а в рюкзаке и так далее да и хранить ее даже в домашних условиях она в принципе уже готова она уже сварена в приправах все высушено ее осталось сейчас мне кажется только запарить или заварить попробовать попробую сейчас заварить или запарить беру где-то раз и буду сейчас кипятить чайник что потом залить кипятком вода закипела заливаем залили оставляем запариваться минут на 15 картошка запарилась вот он результат еще парик смотри кошка увеличилась в размерах второй мягкой но вкусно картошка картошка ее можно по разным сервировать но можно приготовить там чем угодно грибочками сосиской там сарделькой с котлетой так далее чесночком с луком это же просто как просто голая картошка в ради эксперимента до стало больше она набухла она стала мягкой вода 10 убавилась потому что вся вода впитала большинство воды впиталось саму картошку короче эксперимент прошел удачно нормальная тема но я думаю вряд ли кто с этим будет заморачиваться но все же эксперимент есть эксперимент у меня есть постоянно потолкать интерес вот я воплотил реальность в жизнь свои задумки и в принципе очень довольны результатом это замечательно это это в